Сегодня, 7 октября, в зале администрации состоялась вторая сессия Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район. В работе заседания принял участие председатель Комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кедокоев. По традиции прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Республики Адыгея. На повестке дня был представлен один важный вопрос о выборах главы администрации муниципального образования Кашхабльский район. О результатах конкурсного отбора кандидатур на должность главы муниципального образования доложил председатель Комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кедокоев. В соответствии с решением Совета народных депутатов 27 июля 2022 года был объявлен конкурс на замещение должности главы муниципального образования Кашхабльский район. В соответствии с положением была сформирована конкурсная комиссия, составил 8 человек и необходимого количества запасных. В ходе конкурсных процедур конкурсанты набрали следующее количество баллов. Камирова Заврос Корбевич 1117 и Шабенов Каплан Хаккуратович 1076 баллов. Оба конкурсанта показали высокий уровень знаний, показали, что они готовы к участию в конкурсе и для деятельности на должности главы. Два кандидата представляются в Совет народных депутатов для голосования. Далее депутаты заслушали выступление кандидатов на должность главы района. Своей программой развития Кашхабльского района представили ныне действующий глава администрации Заур Хамирзов и глава Бличепсинского сельского поселения Каплан Шовгенов. В течение прошедших 5 лет мы активно поддерживали все, что связано с новым строительством и капитальным ремонтом путем участия в таких программах, как РСД, чистая вода, формирование комфортной городской среды, культурная среда, развитие образования, которые позволили привлечь в качестве бюджетных ассигнований средств в сумме 1,3 млрд рублей. Только в текущем году в Минсполитете по программе комплексного развития сельских территорий реализуется работа по строительству и капремонту 10 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на общую сумму 353 млн рублей. В районе проведено благоустройство общественных территорий, включая парковую зону, на сумму почти 37 млн рублей. Проведены работы по ремонту и реконструкции дорог общего пользования на сумму более 160 млн рублей в протяженностью почти 90 км. На берегово-укрепительные работы за последнее время израсходовано 214 млн рублей. В рамках различных инфраструктурных проектов реализовано строительство объектов питьевого водоснабжения протяженностью 84 км на общую сумму почти 102 млн рублей, что позволило довести уровень водоснабжения населения с 28% до 60%. По программе переселения граждан светского аварийного жилья в настоящее время реализуется программа в ДООСе расселить 95 жилых помещений общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров на общую сумму 127 млн рублей. На мероприятие по газификации населенных пунктов протяженностью 27 км было направлено почти 36 млн рублей, что позволило обеспечить 100% охват газа населением Кашкабрского района. То есть Кашкабрский район полностью газифицирован на все 100%. В Кашкабрском районе функционируется РБ и 17 ФАПов и врачебных амбулаторий. В текущем году ведется строительство трех врачебных амбулаторий на сумму 108 млн рублей. По программе комплексного развития планируется строительство одной амбулатории и двух ФАПов в 2023 году, что позволит нам 100% построить или обновить полностью всю инфраструктуру врачебных учреждений. В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом построено и отремонтировано 18 объектов на общую сумму 262 млн рублей. За последние годы в систему образования были направлены финансовые средства в размере 240 млн рублей и на мероприятие по улучшению материально-технической базы образовательных учреждений, включая создание точек роста в девяти школах, ремонт кровли, приобретение оборудованной мебели, отопительной клопы и т.д. За последние годы в районе удалось построить три новых дома культуры и капитально отремонтировать четыре ДК, открыть три ДК-театра, ввести в эксплуатацию две модельные библиотеки на общую сумму 190 млн рублей. Кашкабжевский район является сельскохозяйственным районом и имеет наградную направленность. В нашем районе имеется самое большое оголовье КРС и овец и коз по республике Альгирия. За период с 2012 по 2021 год в Кашкабжевском районе за счет участия в программных мероприятиях 96 руководителей крестьянско-фермерских хозяйств получили господдержку на общую сумму 222 млн рублей. Из них 42 хозяйства направили деньги на отрасль. С растеневодства, 20 хозяйств, на развитие животноводства создано 90 рабочих мест. За период с 2012 года доходы консолидированного бюджета муниципального образования выросли в 1,7 раза и достигли суммы 217 млн рублей. Немало планов намечено и на ближайшую перспективу, включая программу по КРСТ. 8 объектов на общую сумму 382,5 млн рублей. Создание технопакка к контораму в Айволе Кашкабле по общей стоимости 180 млн рублей. Проектно-смертная документация в настоящее время уже готова. На стадии подписания тройственного контракта с фирмой «Южгазэнэджи» Работы мы планируем начать уже в конце этого года. В текущем году подготовлена проектно-смертная документация на строительство трех ФАПов на общую сумму 115 млн рублей. Строительство четырех ФОКов. ФОК – это физкультура и оздоровительные комплексы. Общей площадью 3500 квадратных метров на общую сумму 312 млн рублей. Подготовлена проектно-смертная документация на реконструкцию дорог общая сумма 185 млн рублей. Подготовлена проектно-смертная документация по уличному освещению на сумму почти 17 млн рублей. Продолжается работа по капитальному ремонту 9 домов культуры и зданий Центральной народной культуры. Создание новой модельной библиотеки на общую сумму 382 млн рублей. В рамках программы развития образования разработана ПСД по капремонту 7 школ муниципального образования. Капремонт лаборатории, кабинета физики, химии в трех школах – это точка роста. Оборудование баскетбольных, волейбольных площадок, специальным покрытием в 8 школах районов. Общая сумма 525 млн рублей. Это специальная программа по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений. Мы успешно подали заявку на 2024 год. Пять школ будут отремонтированы в 2024 году. Планируется реконструкция 9 объектов водоснабжения на общую сумму 562 млн рублей. Это основные направления и первоочередные задачи, по которым я планирую работу в качестве уголовного района. Вся эта работа ведется в тесном взаимодействии с общественными организациями района, на поддержку которых за последние пять лет израсходовано 5,7 млн рублей. При дружной и слаженной работе всех жителей нашего района, мы добьемся того, что наш район станет за пять лет еще более красивым, благоустроенным, комфортным для жизни всех граждан. Цель моей программы – это улучшение социально-экономического развития района и повышение уровня и качества жизни жителей района. Работу главы района вижу в тесном взаимодействии с депутатами, в слаженной работе с жителями района, административным аппаратом, руководителями предприятий и учреждений района, со всеми органами и ветвями власти Республики Адыгеи. Основные направления программы – в сфере экономики и промышленности, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, в сфере состетского хозяйства, активное привлечение инвесторов, оказывать поддержку субъекта малого и среднего предпринимательства, информационно-консультативной помощи при получении грантов, составлении бизнес-планов, оформлении годных кредитов, предпринимать усилия для дальнейшего развития раболовства в районе, в сфере строительства дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, обеспечения стабильной работы коммунальных служб, продолжение работ по благоустройству населенных пунктов, модернизации и строительства дорог путем участия в различных региональных и федеральных программах, таких как безопасные и качественные дороги, комплексное развитие сельских территорий и дубилок. Улучшение водоснабжения населенных пунктов в районах, продолжение реализации программы по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья, в социальной сфере создание современной микросфердуры, особое внимание уделяет при этом исполнение всех созданных обязательств перед населением, оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, в сфере здравоохранения, сохранение сети существующих лечебных учреждений района, привлечение молодых кадров в систему здравоохранения района, в сфере образования, молодежной политики, культуры и спорта, снова создание новых рабочих мест для молодых специалистов, их трудоустройства, привлечение молодежи и молодых специалистов к совместной работе по решению актуальных проблем и задач социально-экономического развития района, настроен на совместную работу для достижения поставленных целей на влады жителей района. Затем было проведено тайное голосование, после чего счетная комиссия подсчитала голоса. По итогам голосования руководитель администрации одержал уверенную победу. Депутаты проголосовали за него единогласно. Родин из сутатов голосования по кондиторию на должность в район муниципальной образования Кашкабельский район считать избранным на должность главы муниципальной образования Кашкабельский район Амир Заворовский район. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, в соответствии с пунктом 6 статьи 26 сустава муниципальной образования Кашкабельский район, при вступлении должность глава муниципальной образования Кашкабельский район приносит присягу. Для принятия присягу приглашаю в ногу избранного на должность главы муниципальной образования Кашкабельский район Заур Хамирзов избирался депутатом районного совета народных депутатов двух созывов. В 2012 году одержал уверенную победу на выборах главы районной администрации. Вновь избранный глава поблагодарил всех за оказанное доверие, отметив важность совместной плодотворной работы на благо жителей района. Я хотел бы поблагодарить за доверие весь депутатский корпус. Шан Валерьевич, хотел бы поблагодарить, естественно, главу республики, потому что без его представления это назначение бы не состоялось. Я прекрасно понимаю нервы ответственности, работаю уже со своей командой, а в эту команду входит, естественно, и депутатский корпус. Почти 10 лет живем в очень тяжелое, очень непростое время. И сейчас, я считаю, очень важно согласие. Согласие, прежде всего, между жителями района, между исполнительными и представительными органами власти. Потому что сейчас, в данный момент, я считаю, что это крайне-крайне необходимо. Поэтому я очень сильно надеюсь на Вашу поддержку. Вот все программные мероприятия, в которых мы принимаем участие, я надеюсь, что мы сохраним участие в муниципальном образовании. И в дальнейшем, если возможно, естественно, мы будем участие в этих программах умножать. Хотел бы обладать еще раз вас всех за доверие. Вновь избранного главу района поздравили Руслан Кедокоев и Александр Брянцев. Внутри избранному главе, конечно, более правильных слов, чем он сказал, сейчас трудно подобрать. Хочу пожелать успехов ему. С ним всегда приятно работать, со всем районом, со всеми главами, со всеми сотрудниками. Всегда очень приятно работать. Надеюсь, что так и будет дальнейшим. Здоровская меча, в душе позволяю Вас от себя, от депутатского корпуса, с этим очень важным для Вас, очень важным для нас, для жителей района избрания. Сегодня депутатский корпус сделал свой, я считаю, правильный единственный выбор. Мы представляем тех жителей района, здесь изменившись законодательством, депутаты утверждают. Значит, мы принесли то, о чем думают жители района, видя Вашу работу, работу Вашей администрации. Хотим также вместе с Вами продолжить эту работу. Мы хотим, чтобы этот промежуток работы, этот промежуток нашей жизни, совместной работы с Вами, с администрацией района Зловой, навсегда остался в памяти жителей района. Сегодня проходят масштабные стройки на территории района. Район преображается, мы все это видим. Мы и дальше хотим, чтобы остался этот след от всей нашей совместной работы. Поэтому, Зорославович, Вам большого жизненного, человеческого терпения, мудрых решений, хороших попутчиков на Вашем пути, Вашей работе, чтобы все получалось. Мы, несомненно, будем рядом с Вами и поддерживать каждое Ваше начинание и продолжение. Еще раз от души поздравляем. От лица всех депутатов района Заур Ахамирзова с переизбранием поздравил Сальман Малахов. Я, наверное, выражу общее мнение депутатского корпуса. Последние два созыва был депутатом. Десять лет мы работали в одной команде. И за эти десять лет то, что произошло у нас в районе, вот это рассвет, процветание, сколько объектов это можно перечислять и перечислять, было все это отрадно видеть. И мало того, что в наше тяжелое время, тем не менее, это все продолжается. У Вас новые задачи, новые планы, чтобы у Вас это все сбылось. И помимо всех тех качеств по работе, и хочу добавить про человеческие качества. Ваша открытость, доброта, двери всегда открыты. И забота о людях, это очень важно. Поэтому здоровья Вам!